Портал Light, который используется в интерьерном освещении и позволяет поддерживать свет внутри помещения. Так называемое виртуальное окно, которое передает в комнату освещения из внешней среды. Портальное освещение эффективно создает один brute force отскок в GI. Безболезненно для производительности. Если бы вы просто смоделировали прозрачное окно, вам бы понадобилось в 4 раза больше лучей, чтобы получить меньше шума в помещении. Что конечно же негативно влияет на производительность. Поэтому разработчики придумали такой источник света. Принцип работы портального освещения заключается в блокировании и поглощении GI освещения. Происходит сэмплинг светлого цвета из шейдера HDRI карты либо из стандартного Environment Sky во время создания солнца. Чтобы показать работу портального освещения, я создам обычный бокс с окном. Затем конвертирую все в Editable Poly, не обращая внимание на сетку. Так как сейчас она не имеет сильного значения и задача состоит в анализе работы Portal Light. Далее нужно поместить камеру внутрь помещения. Для этого выбираю ее и в режиме перспективы настраиваю ракурс. Затем нажимаю Ctrl плюс C, чтобы произошел захват данного ракурса. После чего немного изменяю угол обзора. В фронт виде создаю Portal Light и помещаю за окном. Именно в Redshift это самое лучшее решение. И теперь, если нажать Render, то мы ничего не увидим, так как в сцене нет Environment для того, чтобы из него поглощать освещение. Для того, чтобы в сцене был свет, я создам солнце и включу Environment Sky. Еще раз нажимаю Render и вуаля! Мы видим солнечный свет. Теперь немного добавлю Volume Light, чтобы сцена выглядела интереснее, изменив значение Contribution Scale на 0,05. Как только мы начинаем работать с интерьерами, сразу же возникает вопрос. А как же бороться с шумом? В данном случае, сразу же нужно повышать сэмплинг волиметриков. Думаю, 1024 сэмпла будет достаточно. На тени тоже ставим 1024, так как обычно в сцене очень много разных объектов и нужны качественные тени. В GI всегда увеличиваем количество отскоков до 5.7, чтобы интерьер был светлее и это уже значительно сократит количество шума. На Brutforce как минимум 512 сэмплов. А в Output всегда ставим на Min16 на Max256. И чтобы сократить время на подбор сэмплинга, можно сделать крутой трюк с помощью Adaptive Error Trash. Поставив его значение на 0,002. При таком значении остальной сэмплинг можно понижать и шум 100% уйдет. Чтобы показать эффективность данного трюка, я верну значение по умолчанию. То есть 0,01 на Max16 на Min4 и картинка с такими значениями отрендерилась за 1 минуту 2 секунды. Как можете заметить, там где темная часть много шума. И я вспомнил еще один трюк, который сейчас покажу. Нужно зайти в Environment and Effects, нажать 8, выбрать Redshift Exposure и понизить значение Shutter Time до 30. Затем GI ставим 7 отскоков. В Output Min16 сэмплов, Max256 и Error Trash ставим на 0,002. В большинстве случаев этого достаточно. Sampling Override оставляют те же значения и если у вас есть Refraction и Reflection объекты, то нужно их включить и поэкспериментировать с параметрами. Сохраняем Snapshot и рендерим картинку. Итак, время рендера увеличилось на 45 секунд. Сохраняем Snapshot и сравниваем результат. Как вы можете заметить, картинка стала намного светлее и шума стало меньше. Давайте увеличим значение сэмплов GI до 1024 и в Output Max Samples до 512. Затем экспериментальным путем можно постепенно понижать эти настройки и смотреть на результат. Так как обычно в интерьере присутствует еще один дополнительный источник света, давайте я его добавлю. Разместим его таким образом и его интенсивность сделаем поменьше. Проверяю результат VPR. Пяти будет достаточно. Нажимаем Render. И в результате получили идеально чистый рендер. Если же у вас только свет из окна и шум до сих пор есть, вы уже знаете, что делать. Как можете заметить, я увеличил сэмплинг, но время рендера уменьшилось на 10 секунд, так как Redshift не пришлось мучиться сэмплингом шума в темных местах. С дополнительным источником света шум убирается быстрее. Помните это правило. Сохраняем Snapshot. GI я верну значение равное 512, а в Output Max Samples равное 256. Также уменьшу значение сэмплов в Sampling Override и нажму Render. В итоге мы видим, что разницы между рендером с увеличенными значениями и полученным рендером нет. Как я и сказал, дополнительный источник света играет большую роль. Всегда рекомендую смотреть на картинку в 100% разрешении. Делать зум нет смысла, так как пикселизация вас будет сбивать с толку. Итак, я думаю теперь вы знаете, как выросся с шумом в интерьерах. Идем дальше. Прежде чем смотреть настройки следующего источника Dome, я покажу идентичный ему Redshift Environment, который я чаще использую, ибо от него по моим наблюдениям гораздо меньше шума в интерьере. Чтобы добавить данную карту, нажимаем 8, удаляем Date Light и в Map-браузере выбираем Redshift Environment. Удаляем солнце, так как в нем нет необходимости и в Material Editor перетягиваем нашу карту в Instance режиме, чтобы увидеть ее настройки. Я часто использую HDI с сайта Polyagon. Они довольно качественные и разрешение больше 6К. Если вы используете HDI, вам не нужны отдельные источники света в виде солнца и так далее. И если HDI сделана правильно, то ее будет достаточно, чтобы сделать крутое и реалистичное освещение. Итак, давайте я загружу HDI и начну рассказывать о ее настройках. Я очень часто использую HDI под названием HDR Outdoor Field Sunset Clear 004. Время загрузки, вам не обязательно выбирайте в Riot, как и в других рендерах. Нажимаем ОК в выпадающем окне и рендер. В итоге получаем такой результат. Давайте я уменьшу интенсивность данного источника света и продолжим. Если вы хотите убрать пересвет за окном, то вам недостаточно понизить экспозицию, так как тогда меньше света будет попадать в комнату. Чтобы этого избежать, в Redshift придумали опцию Backplate, которая позволяет заменять фон и настраивать отдельную экспозицию только для него. При этом, не затрагивая основной источник. Достаточно скопировать HDI, включить Backplate и вставить в Bitmap. Затем понижаем экспозицию и таким образом получаем фон за окном без пересвета. Но есть один минус. Поворот Backplate не совпадает с основной HDI. То есть ее вращение будет менять освещение, но не фон за окном. Также при необходимости можно включить режим Ray Switch, который позволяет отдельно загружать карту для Reflection, Refraction, Backplate и освещение. Итак, по настройкам Redshift Environment я закончил. Далее идет Dome Light. Создаем этот источник в сцене и он имеет идентичные настройки с Redshift Environment. Единственный момент, который я заметил. Иногда HDRi в данном режиме дает больше шумов. Но вращение ее является более удобным, нежели в Redshift Environment. Вы просто вращаете манипулятор и HDRi интерактивно меняет свой угол. Как и в Redshift Environment, картинка из Backplate не совпадает с основным изображением. Также при желании можно выключить Background, влияние на Diffuse и Specular. И если хотите, можно поменять оттенок освещения и получить какой-то фэнтези результат. Это все, что я хотел рассказать за Redshift Dome. И последний источник света, который у нас остался это Redshift Sun. Я не буду подробно рассказывать о всех настройках, так как они очень простые. И просто крутя параметры, вы сразу же разберетесь, какой из них на что влияет и к какому результату приводит. Давайте лучше поговорим о фотонах и каустике. О той самой вкладке, о которой я обещал рассказать еще в первой части. Чтобы показать, как работает каустика, я удалю все в сцене. Снова создам Plane и добавлю тело вращения. Его я буду создавать не в 3ds Max, а в Polybrush. Так как это будет гораздо быстрее, чем сначала чертить Spline и назначать на него модификатор Lace. На официальном сайте Polybrush, вы можете скачать реальную версию на 90 дней. Интерфейс у программы достаточно простой и вы быстро в нем разберетесь. Слева на панели инструментов выбираем Lazy Object и увеличиваем количество Radial Segments до 32. И теперь, если начать чертить объект, вы сразу же будете видеть вспомогательные сплайны, формирующие его форму. Это очень удобно. Итак, давайте я начерчу какую-нибудь тиребристую вазу, на которой буду проводить эксперименты с каустикой. Легким движением руки получил такую вазу. И теперь, чтобы экспортировать объект, нажимаем иконку опций на верхней панели. Выбираем пресет для 3ds Max и сохраняем объект с помощью Save As. Импортируем данный объект в 3ds Max, уменьшаем Scale и делаем Reset X Form. И теперь, нужно сделать Cap в режиме Editable Poly. Разработчик Polybrush уже работает на данной функции, поэтому скорее всего, вы можете пропустить эту часть видео. Так как, возможно новая версия с ней уже на сайте. Затем добавляем Mesh Smooth с одной итерацией и конвертируем в Editable Poly. Далее проверяем строить ли объект на Plane. Затем создаем Spotlight, который размещаем таким образом. И в его настройках включаем Emite Caustic Photons. Для начала 100 тысяч будет достаточно. Затем выбираем Вазу, нажимаем правую кнопку мыши и кликаем на Redshift Object Properties. В появившемся окне, включаем Cast Caustic Photons. На Plane назначаем обычный серый Redshift Material, а на Вазу тот же материал, только выбираем пресет глаз. Переходим в камеру, настраиваем ракурс и нажав Render, смотрим, что получается. Как видите, появилась каустика, но мне не нравится ее интенсивность. Чтобы сделать каустика более выраженной, заходим в источники света и увеличиваем Intensity Multiple. Например, до трех. Рендерим результат. Вот, уже лучше, но качество все еще пятнистое и размытое. Чтобы сделать ее более четкой и с большим количеством деталей, заходим в вкладку Photon в настройках рендера. И уменьшаем Caustic Search Radius до 0.1. Я обычно начинаю с этого значения и постепенно увеличиваю, если детализация уж слишком выраженная. Нажимаем Render и смотрим, что получается. Как видите, деталей стало больше, но и появилось больше шума. Чтобы его убрать, нужно увеличивать количество фотонов. Например, давайте поставим 1 миллион и отрендерим результат. В итоге, каустика стало чище. Теперь давайте сохраним снапшот и поставим значение Caustic Search Radius равное 0.01. Рендерим результат. В результате детали стали более ребристыми и четкими, но и опять появился шум. Поэтому, если вы уменьшаете значение Caustic Search Radius, обязательно нужно увеличивать количество фотонов, если вы хотите получить достаточно качественную каустику. Теперь давайте для сравнения увеличим количество фотонов до 3 миллионов. Значение Caustic Search Radius поставим равным 0.5. Немного приблизим камеру и отрендерим результат. Сохраняем снапшот. Каустик Search Radius уменьшаем до 0.01. И количество фотонов увеличиваем до 6 миллионов, чтобы было меньше шума. Рендерим результат. Сохраняем снапшот и сравниваем оба варианта. Сравнив два варианта, вы заметите более выраженные детали в рендере с меньшим значением Caustic Search Radius. Я отрендерил еще один результат с 10 миллионами фотонов, чтобы показать вам, как увеличение количества убирает шум. Как видите, его стало меньше. Теперь приблизимся и еще раз сравним результат с Caustic Search Radius равным 0.5 и 0.1000. В результате сравнения, вы поймете, что большее значение Search Radius размывает детали, но требует меньшее количество фотонов. То есть, результат будет рендериться быстрее. Какой вариант выбрать, уже решать вам. Теперь вы знаете, что уменьшение Caustic Search Radius дает более детальный узор каустики. И если его сделать еще меньше, то будет еще больше ребристых деталей. Итак, давайте увеличим значение фотонов до 30 миллионов. В настройках рендера Sampling HaveRide на Volume уберу, так как у нас нет volumetrics, а Light Sample увеличу до 1024. Затем идем в GI и количество сэмплов Notebook Force также специально поставлю равным 1024. Отскоки наоборот уменьшу, так как у нас не интерьер и разрешение увеличивает от HD качества 1920 на 1080. Напомню, что все это я делаю на славянькой GT 1030. Нажимаю Render и Redshift показал уведомление о том, что памяти видеокарты недостаточно. Какая досада! Уменьшаю значение до 10 миллионов и вуаля! Все отрендерилось. Как вы уже поняли, моя видеокарта не вытянула 30 миллионов, поэтому здесь есть еще пятна. И чтобы их убрать, нужно повышать количество фотонов. Но 8 минут для такой крутой каустики в разрешении 1920 на 1080 на 1 1030 это отличный результат. Чтобы просчитать 30 миллионов, я перейду на нашу ферму с тремя 1080T и покажу, как данная каустика рендерится там. Итак, я уже зашел на ферму с тремя 1080T и для начала отрендерю результат с 10 миллионами, чтобы сравнить время со своей видеокартой. Затем поставлю 60 миллионов, чтобы посмотреть, как с этой задачей справятся три видеокарты. Нажимаем рендер и смотрим, что получается. Итак, на 3 1080T с 10 миллионами фотонов, каустика отрендерилась за 1 минуту 32 секунды, что практически в 8 раз быстрее, чем на моей 1030. Но, как вы уже поняли, 10 миллионов недостаточно для качественной каустики в данном случае. И если обратите внимание, пятна все еще видны, особенно в темных местах рендера. Давайте я поставлю 60 миллионов и посмотрим, что получилось в результате. А в результате картинка отрендерилась за 5 минут 49 секунд, что практически медленнее в 4 раза, чем с 10 миллионами. Но вы ж не забывайте, что я увеличил количество фотонов в 6 раз. Давайте сохраним снэпшот и сравним оба рендера. В итоге результат с 60 миллионами гораздо чище. На яркость каустики не обращайте внимания, ведь ее можно поправить с помощью Intensity Multiplier. Да и на самом деле, можно уменьшить количество фотонов до 10 миллионов, но просто увеличить значение Caustic Search Radius. Вы однозначно выиграете время, а результат практически ничем не будет отличаться. Давайте проверим эту теорию. Увеличиваем Caustic Search Radius до 0.1, а количество фотонов уменьшаем до 10 миллионов. Рендерим результат. Итак, Caustic отрендерилась за 1 минуту 18 секунд вместо 5 минут. Давайте же сравним результат. Как можете заметить, разница практически не видна, но время уменьшилось в несколько раз. Теперь вы знаете, как оптимизировать время и как получить крутую Caustic. Это все, что я хотел рассказать по источникам света и Caustic. Дальше поговорим о материалах. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И, конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok